Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря снова статистика из Англии. В 6.00 по GMT будем монетизировать данные по ВВП и промышленному производству. Далее в 12.30 по GMT ироничные продажи в США и традиционный для четверга релиз по первичным заявкам на пособие по безработице. И в 17.00 по GMT состоится выступление Патрика Харкера, который является голосующим членом Федрезерва. На фоне того, что у нас не было возможности после самых крутых релизов последних недель. Послушать, что думает круг первых Джерома Паула. Я думаю, то, что выступление Харкера будет по определению интересным. И, соответственно, акцент, намек либо комментарий о том, что ФРС готов к началу смягчения экономической политики, либо то, что условия для этого сложились, я думаю, может оказать поддержку продавцам индекса доллара и отправить инструмент, за которым мы так тщательно и долго наблюдаем к новым локальным минимумам. Но, с другой стороны, также стоит отметить, что если уж индекс доллара не смог оказаться на новых многомесячных минимумах после данных по инфляции, то, скорее всего, для того, чтобы это произошло, потребуется какой-то более стоящий фундаментальный драйвер. И я начинаю уже, друзья, вас готовить к симпозиуму Джексон Холли, который состоится в конце этого месяца. Если вы помните, следите за моим контентом. На протяжении долгого периода времени, некоторое время назад, я делал акцент, что как только мы с вами перевалим по хронологии дней через период, когда полностью проанализируем данные по рынку труда, когда мы перевалим статистику по инфляции в США, нам придется или останется только дождаться выступления Паула на симпозиуме Джексон Холли в конце августа. И там от непосредственно руководителя Федрезерва мы получим все вводные, потому что стоит ожидать и что будет делать регулятор до конца этого года. Текущие котировки по индексу доллара 102.45, минимум вчерашнего дня было 102.10. Мы ждали снижения инфляции, по факту так оно и получилось. Снижение с 3 до 2,9% это, соответственно, подтверждает то, что дезинфляционный трек в США сохраняется. Базовая инфляция, кстати, тоже снизилась с 3,3% до 3,2%. И в обоих случаях, что касательно основных потребительских цен, что базовой инфляции, мы сейчас говорим о минимальных, о показателях с 2021 года. Что странно, после выхода данных по инфляции, подтвержденного факта того, что инфляция оказалась на более низких значениях, участники рынка пересмотрели свои ожидания касательно масштаба смягчения монетарной политики и снижения ключевой процентной ставки в сентябре. И сейчас уже 35% считают, что ставку снизят на 50 байсных пунктов. Причем, соответственно, оставшиеся части 65% полагают, что ставку снизят на 25 байсных пунктов. Странная, на самом деле, логика, учитывая то, что мы увидели по цифрам инфляционного давления ровно то, что хотел увидеть рынок, либо прогнозировали аналитики, скажем так. И, по идее, сейчас картина должна была быть уже другой. Ну, я думаю, то, что в конечном счете, по мере приближения сентябрьского заседания, по мере того, что рынок в каком-то формате все-таки будет касаться тем, связанным с тем, а что если американская экономика окажется в условиях экономического спада рецессии, это все-таки убедит сомневающихся трейдеров, а впоследствии уже и сам американский регулятор, к тому, чтобы начать действовать более агрессивно, учитывая, сколько времени было уже потеряно, и скорректировать ставку сразу же на 50 байсных пунктов. Поэтому я останусь в текущих условиях верен сценарию, при котором ставка будет скорректирована на полпроцента, и это будет оставаться якорем для американской валюты, для американского доллара, и создавать условия для того, чтобы индекс доллара дальше двигался в район поддержки 102 пунктов и потенциально ниже. Золото 2453 доллара за тройскую унцию. Все те же факторы, которые, на мой взгляд, подогревают интерес к золоту, это снижение доллара, снижение доходности американских долговых облигаций, и, конечно же, сохраняющиеся кеополитические риски. Но сейчас я хочу сделать, наверное, большую ставку на рынок облигаций, потому что с начала июля мы наблюдаем просто какой-то невероятный интерес со стороны инвесторов к этим облигациям. У них уже было вложено почти 70 миллиардов долларов. Это рекордный показатель за период с ковида. Это доказывает то, что облигации используют в качестве хеджевого инструмента на фоне сохраняющихся рисков рецессии. И это доказывает то, что рынок все еще паникует. Институционалы точно полагают, что в случае экономического спада в пике уйдет американский фондовый рынок. И как бы предварительная репетиция этого уже была после выхода слабых данных по Non-Farm Parts. Не хочется там терять солидные суммы, поэтому многие предпочитают перекладывать солидные тоже капиталы из рискованных акций в более надежные, сверхнадежные инструменты, такие как американские облигации. Думаю, что эта тенденция сохранится, тем более, что мы отчетливо видим подтверждение, что она не меняется, снижается доходность и растет стоимость. И полагаю то, что до сентябрьского заседания картина останется прежней. Поэтому по десятилеткам мы точно увидим доходности, новые минимумы, соответственно, золото получит дополнительный фактор роста, импульс роста. И я надеюсь, друзья, не просто протестирует новый исторический максимум, а закрепится уже выше 2,500. Доллар иена 147,740 текущей котировки. Вчера мы ждали данные по ОВП, рассчитывали, что показатели будут хорошими, в принципе, были правы. Фактически, цифры по ОВП Японии в квартальном выражении рос на 0,8%, это оценка за второй квартал, против снижения на 0,6% в первом квартале. В годовом выражении показатель вырос на 3,1% с минус 2,3%. Поэтому, если вернуться к теме ужесточения монетарной политики, сейчас Банк Японии может быть уже менее обеспокоен тем, что повышение ставки еще больше ухудшает экономические условия. Безусловно, ухудшает, но при текущих показателях ОВП можно все-таки рискнуть, прежде всего, оказывая давление на спекулянтов и предотвращая еще большую девальвацию курса национальной валюты. Я за дальнейшее укрепление иены, как уже много раз говорил, поэтому вам тоже рекомендую присмотреться к коротким позициям по доллару и иене и ждать закрепления пары ниже отметки 145. СНП 500 5489 пунктов. Очень быстро мы вернулись к психологической планке 5500. Соответственно, как только коснемся, я думаю, что это произойдет уже до открытия сегодняшней американской сессии, уже благополучно буду фиксировать результат, потому что рынку нужно периодически говорить спасибо, особенно когда он дает такие отличные возможности. Мы вовремя подобрали этот актив на значительном спаде после выхода данных по Nonfarm Perlis. И вот, пожалуйста, быстрая сделка. Что будет дальше с фондовым рынком, прокомментируем, соответственно, после. Рекомендую также присмотреться к паре австралийцев против доллара. 0,6620 текущей котировки. Очень много сейчас разговоров о том, что Резервный банк Австралии останется последним регулятором, который пойдет на снижение ключевой процентной ставки. Это обусловлено тем, что инфляция в втором квартале в Австралии осталась на очень высоком уровне, 3,8%, значительно выше целевого ориентира. Заработные платы растут, и Мишель Буллок, которая возглавляет данные Центральный банк, дала понять, что при определенных обстоятельствах, особенно если инфляция выйдет на новые локальные максимумы, Резервный банк Австралии, не делая отсылку на действия других центральных банков, будет готов даже повысить процентную ставку. Цель 0,68. Британская валюта 1,2830 даны по инфляции в соответствии практически с прогнозом роста в прошлом месяце с 2 до 2,2%. До этого у нас было подтверждение высоких тоже заработных плат, и отсюда я все-таки уверен, что Банк Англии на какое-то время забудет про тему смягчения экономической политики, тем более, что Кэтрин Манн, который является членом правления Банк Англии. И, кстати, она в начале этого месяца голосовала против снижения процентной ставки. Уверена, что руководство и основной комитет, который ответственен за решение по ставке, не будет торопиться с дополнительным смягчением до конца этого года. Я почти уверен, друзья, что на этой выжидательной позиции, на факте снижения курса американского доллара, пара фунт-доллар, легко доберется до планки 1,30. Евро против доллара закрепились выше отметки 1,10. Ждем дальнейшего роста, потому что доллар, на мой взгляд, будет и дальше демонстрировать нисходящую динамику. И что касается рынка нефти, бренд снова ниже 80 долларов за баррель. Мы ждали козырь на этой неделе. Это данные по промышленному производству Китая, которые в соответствии с прогнозами разочаровали. Фактическая цифра прироста в годовом выражении на 5,1 против прошлого значения 5,3. И вспоминаем все то, что я раньше говорил относительно сокращения импорта нефти в Китае в последние периоды, особенно в прошлом месяце, падение показателей экспорта нефти, продуктов, топлива. Опасения за перспективу экономического роста и высокая вероятность замедления показателей ВВП в третьем квартале. Это не пройдет без лета. Пока у нас нет эскалации конфликта на Ближнем Востоке, не будем говорить о факторах форс-мажорных, которые поддерживают рост цен на нефть. Лучше делать ставку на факты, которые сейчас указывают на то, что у Brent все еще высокие шансы вернуться в район 75 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!